Напоминаем себе, прямо напоминаем, даем себе понимание, что есть путь страдания, есть путь решения, есть путь достижения, и мы с вами приняли решение идти в путь решения. Так по здоровью, мы определили с вами точку А в здоровье, вспоминаем, мы взяли ответственность, я прямо вчера закончила занятие, у меня есть такое правило, которое я действую из этого правила. Заканчивается наше с вами занятие, и я еще где-то час продолжаю заниматься с тем, что на занятии было, к чему нас благодать привела. Поэтому я спела и стала размышлять по поводу решения и ответственности за решение. Ответственности за решение. Я беру ответственность, например, да, вот мы сказали здоровье, у меня вышел пункт 7, и мы встали с вами на путь решения. То есть раньше здоровье, оно было связано больше с постраданием, больше там болит, там болит, там хроническое, где-то какое-то заболевание, которое периодически напоминает о себе. Там где-то, ну, как мы берем о здоровье? То здесь я прямо села и сказала, так, давай берем ответственность за нет линия. Берем ответственность. Мы сейчас не просто говорим об исцелении, потому что исцеление – это точка ноль. То есть было здоровье, что такое болезнь? Это какой-то минус, потому что здоровье – это естественно. Болезнь – это неестественно. Болезнь – это временное явление. Здоровье – это постоянная констант. То есть многие из нас привыкают, многие люди привыкают, что болезнь – это естественно. Когда мы говорим, ну, это естественно, мне уже 40 лет, а что вы хотели? Это естественно, что мне там кто грешил такими словами и говорил там. Ну, это же естественно, уже 50-й пошел, поэтому там вылезло, там вылезло, там вылезло какое-то хроническое заболевание. И мы, по большому счету, привыкаем к хроническим заболеваниям. У меня есть врач, я ему как-то задавала вопрос. С острыми болезнями, острой фазой болезни, я понимаю, как справиться. То есть острая фаза, когда болит, с ней легче справиться, чем с хронической заболеванием. Почему? Потому что организм привыкает к хроническому заболеванию, он приспосабливается к хроническому какому-то заболеванию и каким-то образом приспособлившись, живет с этим хроническим заболеванием. И вот я врача как-то спросила, я говорю, а как быть с хроническими заболеваниями? Он говорит, все очень просто. Говорит, хроническое заболевание выводим в острую фазу и вечер. То есть мы привыкаем, в основном человек привыкает жить с хроническим заболеванием, ну и как бы приспосабливается. Ну, у меня хроническое заболевание, например, аналина, хроническое заболевание, такое. И вы знаете, мы и привыкаем даже к этой фразе. Ну, а что вы хотите, у меня хроническое заболевание. Напишите, какие у вас хронические заболевания, которыми вы даже уже и свыклись, как норму мы воспринимаем. Итак, хронику мы переводим в острую фазу. Итак, все, что касается болезни, это неестественно. Это минус. Это не плюс, это минус. И когда мы выводим хронику в острую фазу и исцеляем ее, мы выходим с вами только в ноль. То есть это не плюс, это ноль. Потому что здоровье – это естественно, нездоровье – это неестественно. Прямо мы должны с вами это понять, принять. Болезнь – это неестественно, это ненормально. Болезнь – это так не должно быть. Почему? Потому что, знаете, сейчас очень популярная тема позитивной психологии, которые люди говорят. Но нам не надо различать. Нам надо все воспринимать так хорошо. Нам надо только все хорошо видеть, только все в позитивном свете видеть. И болезнь нам надо тоже прямо понять, что хорошего есть в том, что я болею. Что хорошего есть в том, что у меня есть болезнь. Мой принцип такой – да ни хрена это нехорошо. Болезнь тебя ограничивает в любом варианте. Болезнь тебя делает зависимым от врачей, от лекарств. Вот недавно разговаривал с одним мужчиной, у него этот, ну, когда задыхается, астма. И вот у него баллончик, и он там почти каждые 5-10 минут достает, и вот этим баллончиком себе, и он говорит, у меня хроническая астма. Я говорю, ты не хочешь ее вылечить? Он такой, да нет, у меня у бабушки была астма, и у меня астма, и у меня сына астма. Я говорю, и что ты, пусть козет, это нормально? Ну, где-то я уже привык с ней жить, и нормально, да. Вот. Я смотря на него, думаю, нет, вот для меня это ненормально. Вот для меня это ненормально. Вот для меня это неестественно. Для меня это, ну, хроническое, перевести в гостую фазу и все-таки ее вылечить, и все-таки вывести себя в ноль. Потому что исцеление, еще раз говорю, это не плюс, это ноль. Это то, что должно быть, здоровье. Итак, здоровье. Мы смотрим на здоровье, мое здоровье. Мы прямо идем в мое здоровье. Здоровье. Именно здесь сначала образ здоровья. Итак, видим образ роза. Видишь образ розы? Вижу. Теперь наша задача из идеи, у нас есть идея быть здоровым, перейти в состояние быть здоровым. Мы еще раз повторяем, что наша цель не процесс, потому что если у нас есть процесс исцеления, значит, у нас есть процесс, тогда это процесс, наша задача все-таки результат, здоровье. Хотя это очень относительный результат. Почему? Потому что понятие здоровья, ну вот с температурой все понятно, 36,6. Сумма градусов, 36,6 здоров. Что касается других спектров, то здесь, конечно же, мы очень субъективны. Я очень субъективна, когда скажу, я здорова. Потому что мы все с вами знаем какие-то свои грешки. Мы все с вами знаем, где какой орган находится. Не совсем в вибрации здоровья. На нем все-таки находится вибрация болезни. Особенно если у вас есть карточка от врача. И вы долгое время с этой карточкой ходили. То вы все знаете, там печень, там то-то, почка, там то-то. Там кишечники, то-то и так далее и тому подобное. Итак, здоровье. Давайте видим образ. Здоровье. Образ здоровья. У меня как пульсация такая. Как пульсирующее сердце. Пульсация жизни. Пульсация вид. У кого какой образ здоровья. Сейчас мы пока берем просто здоровье. Пульсация жизни. Пульсация жизни. Вибрация жизни. Достаточно такое бум-бум-бум. Вибрация. Пишем свои видения. Пишем свои образы. Итак, что смущает? Сразу задаем вопрос. Что меня смущает в этом образе? Что меня смущает? Ну, смущает, что оно вне меня. Поэтому мне прямо хочется эту пульсацию вложить в себя. Поэтому мы можем прямо сейчас сразу же пойти. Мое здоровье. Мое здоровье. Смотрим. Мое здоровье. Я прямо вкладываю эту пульсацию внутрь себя. Мне прямо хочется ее вложить, чтобы она пульсировала здоровьем. И вот прямо хочется вложить. А мне красивая зима в образе женщины. Когда задаешь вопрос, что смущает? Если ничего не смущает, тогда сразу же переходим в мое здоровье. Здоровье отдельно, теперь в мое здоровье. И мне хочется эту пульсацию прямо по всему. Очень в солнечный образ. Знаете, от идеи мое здоровье мы переходим в состояние. Теперь наша задача идею превратить в состояние. Теперь, когда я говорю мое здоровье, я хочу мое здоровье, я хочу, я говорю ответственность. Если у меня сейчас есть хронические заболевания, если у меня есть какие-то, прямо сейчас, болезненные ощущения в теле, значит, у меня есть на это причина. Значит, у меня есть на это причина. Вот поэтому сразу же берем ответственность. Прямо говорим, я несу ответственность за свое здоровье. Я решаю выйти из страдания, потому что очень много у нас здоровье и отсутствие здоровья было связано со страданиями. Например, я в детстве очень много болела. Я очень много находилась в больницах. И у меня все, что связано с больницами, с болями, оно связано со страданиями. Страданиями, что я маму не увижу, страданиями, что я буду опять в больнице. Страданиями капельницами и так далее. Это не подобное. А вот боли, уколов, горьких лекарств. Отсутствие здоровья связано со страданиями. Ну, а так как здоровье, вот напишите, у кого, с чем связано здоровье? Помните, я вам рассказывала, как-то у меня было очень сильное такое переживание. Когда я просто почувствовала, что я хочу плакать. И я села, вот так вот, скрутилась в клубочек и начала горько-голко плакать. И потом я смотрю на свое тело, то у меня такой вопрос, как бы он возник как из ниоткуда. Это не мой был вопрос. А с чем у тебя связано тело? А с чем ты его связала, это тело? И вот точно так же сейчас мы погружаемся в его внутрь и задаем себе вопрос. А с чем у меня связано мое здоровье? Например, что-то нереальное. Что это невозможно. Я не верю, что мое тело способно обновиться. Я не верю, что мое тело способно регенерироваться. Я не верю, что мое тело способно прийти к нетлению. Потому что у нас по всем в голове заложено тление, смерть. И мы говорим, годы не прибавляют нам в здоровье, а годы нам как бы забирают мать. Общественное сознание у нас очень глубоко внесло в сознание мысль о смерти. Поэтому мы говорим, мы все равно все умрем. Так что стараться? Все равно эта смерть не стыдит нас. Что тогда? Ну, правильно, как бы мы в психологии у нас уже где-то заложено. Что смерть, она естественна. Что смерть, она рано или поздно накроет абсолютно всех. Так вот, согласно Библии, Библия говорит о том, что мы с вами нетленны в теле воскресения Иисуса. Неверя говоря, да, воскресение, он воскрес телом. Вот. И основная его идея, которую он приносит. Вот я слабо верю в омоложение. Можно мне было не верить в это? Для меня это нереально. Мне скорее поверить, что тело проходит процесс дегенерации, дегенерирует, нежели в процесс регенерации. Хотя ученые говорят о том, что наше тело регенерируется. Каждые 11 месяцев мы регенерируемся. И вот эта идея дегенерации, она очень глубоко сидит внутри нас. Потому что мы видели, что мы видим вокруг себя людей, которые дегенерируют. Старость у нас больше связана с болезнями мозга, инфарктами, инсультами и так далее. Мы видим вокруг, люди умирают от коронавируса. И это у нас все засаждывает подсознание, мысль о том, что с годами я не улучшаюсь, как вино. А с годами даже есть такая мысль, что с годами я дряхлею. Но это все-таки наш мозг. И то, какую мы программу мы занесем, то, как мы запрограммируем себя, то мы так и будем жить. Поэтому я слабо верю в омоложение. Почему мне так важно слабо верить? Что я получаю, когда я слабо верю в омоложение? Что для меня, почему мне так важно в это верить? Итак, берем ответственность. И только я решаю верить, и только я решаю не верить. Только я решаю, куда мне рычаг своего внимания поставить. Знаете, как ты едешь в машине, и у тебя рычаг поставить машину на... Ой, нажать этот рычаг и поставить машину, чтобы она не поехала никуда. Точно так же и у нас есть этот рычаг. То есть мы можем нажать, и машина никуда не поедет. Я это называю сбежать из жизни. Я это называю, что жизнь так надоела. Я действительно понимаю так, что болезни нам нужны. В какой-то момент, когда мы не можем справиться с жизнью, мы как бы прячемся от жизни. Нам становится страшно жить. И мы поэтому нажимаем на этот стоп-кран, будем так говорить. И сами себя стопим к жизни. Итак, я беру ответственность за свое здоровье. Я беру ответственность за свое воскресение. Я беру ответственность за свое омоложение. Потому что идея Иисуса очень проста. Она заключается в воскресении. Она заключается в том, что он воскрес в теле, не в духе, а именно в теле телесном. И воскресение телесное, потому что мы духи, пришедшие во плоти. Прямо очень это важно себе все время говорить. Я дух. Я дух всемогущего Бога. Поэтому мы часто говорим, я дух всемогущего Бога. Я от него рожден. Я от его искры зажегся. Я от его искры пришел. Я наполнился в этом теле. И тело, и я беру... Ну, идею, которую я вам сейчас доношу, это называется взять власть над материей. То есть тело – это материя. Тело – это материя, которая загустилась, был спустился и превратился в материю. Поэтому здоровье здесь напрямую с этим связано. Мы сейчас будем с вами именно приходить к этому упражнению, что разрешает славе Божьей напитывать тело благодатью Божьей, питать тело. И так, потому что Библия говорит, я им живу, двигаюсь и существую. Я не двигаюсь этим видом, я не двигаюсь воздухом, я им, слава Божьей. То есть это та питательная среда, которая держит тело, она скрепляет клепки тела в должном ему состоянии. И так, мое здоровье. Мое здоровье. Когда люди говорят, моя болезнь, я всегда такая, моя болезнь? А кто сказал, что она моя? А кто решил, что она моя? А что, если это чужая болезнь? Ведь мы не зря говорим, да, у меня там такая же болезнь, как у мамы. Значит, она уже не моя. А что вы хотите? У нас в роду у всех болезни, кто такие-то. И у меня такая. Но это не моя тогда болезнь, это чужая болезнь. Я просто решила ее взять к себе, ну, чтобы принадлежать к этому роду. Чтобы быть их. И так, кто часто говорит, моя болезнь? Я дух. У меня нет болезни. Дух совершенный. Дух полноценный. Поэтому у духа нет ничего несовершенного. Поэтому у моих болезней не существует. Их болезнь, которые... Которым у меня выгодно нет. Теперь, смотрите, еще одно слово. Немощь. Немогущий. Да, люди говорят. Он в немощи лежит. Немогущий. Понимаете, мы говорили от йоголики. Хочу, могу, делаю. То есть, если я чего-то не могу, значит, я этого чего-то не хочу. Поэтому, например, я не хочу быть здоровым. Значит, у меня где-то в подсознании есть принцип, а я не хочу быть здоровым. Или я же этому не давала фокус и просто смирилась с такого же смирения. Или же я просто в этом не разобралась. Итак, мощь. Теперь берем мощь здоровья. Я очень люблю работать с такой стихией, как огонь. Есть четыре стихии. Смотрите, земля – это твердая реальность. Например, вот сейчас вы разговариваете с Галиной, и это твердая реальность. Прямо твердая реальность. Когда вы скажете, нет, ты не Галина, ты Светлана. Я прямо такая скажу, чего? Я Галина, и это твердая реальность. Прямо почувствуйте, как чувствуется твердая реальность. Твердая земная реальность. Это элемент земли, твердая что-то, это как скала. И теперь мы можем связать это же чувство твердости, например, со здоровьем. Я здоровый человек. Бог не мог создать какого-то коллегу, потому что написано весьма хорошо. Когда он человек создал, он написал весьма хорошо. Поэтому первоначально я абсолютно целостна. Потому что такое здоровье и не здоровье. Здоровье – это присутствие целостности, не здоровье – это отсутствие целостности. Где-то что-то порвалось, где-то что-то надломало. То есть когда мы можем здоровье связать с целостностью, мы идем в связку. Моё здоровье связано с… Моё здоровье связано с… Я решаю быть здоровым. Я решаю пульсировать здоровье. Итак, идем в образ. Моё здоровье. Моё здоровье. Ведем образ. У меня это пульсация внутри. Я прямо запускаю пульсацию по всему телу. Я прямо чувствую, как эта пульсация идёт по позвоночнику, как эта пульсация идёт в печень, то есть в щитовидку. И пульсирует здоровьем. И теперь смотрим, а с чём у меня здоровье связано. С чём я связал своё здоровье? Например, здоровье и невозможное. Здоровье и… У меня это нереально. Пишите. Моё здоровье связано. Я связал. Мне можно было связать. Можно мне было решить, что я имею право связать своё здоровье, например, с невозможностью. Можно мне решить, что я имею право связать своё здоровье, что это невозможно. Присутствие здоровья во всех органах. Присутствие здоровья. Так вот, по поводу огня. Давайте я вам скажу. По поводу земли я вам здесь сказала. Так вот, по поводу огня. Я очень люблю работать с этой стихией. Прямо обожаю. Помните, мы ходили с вами во химическую лабораторию, и там камин был, в котором я сжигала всё. Вот вчера мы с вами проработали, и я прямо ощутила, знаете, как душа не на месте. Причём я не знала, что папа умрёт вечером. Вот, знаете, когда ты просто знаешь, что это случится, но когда ты не знаешь. И вот я целый день ходила, как сама не своя. Было ощущение, знаете, как душа не на месте. Что-то не так. И что я делала? Я сжигала. Я прямо чувствую, на меня находит апатия какая-то. Я прямо говорю, я сжигаю апатию. Я сжигаю. Я сжигаю апатию. Прямо чувствую, что находит какая-то волна депрессия. Прямо такое конкретное, махровое-махровое полотенце. Депрессия. Я прямо, ну, куча девок была там. Ты в процессе каком-то. Тебе некогда сесть там проработать. Я прямо говорю, я сжигаю. Я сжигаю. Я сжигаю. Я сжигаю. Да, я сжигаю. Я сжигаю. С чем связано это состояние? Что это за накатывающие какие-то волны такие? Я только сожгу депрессию. Раз, она опять как-то приходит, опять это состояние такого. У кого хочется сесть и тупить. Мне вчера целом хотелось просто сесть, поставить какую-то музыку и вот просто так вот в одну точку смотреть и ничего не делать. Я думаю, боже, ну откуда это состояние как бессилия, как состояние апатии, как состояние… Я его сжигаю, там проходят 15 минут, он опять возвращается. Ну и когда вечером уже мне позвонили, сказали, что папа умер, у меня прям такая, ааа, теперь понятно, что мне нравится. Хотя это могла я только связать по большому. Чаще сижу, думаю, а что я связала? Может быть, вообще не с этим связано. Ну я думаю, что все-таки с этим связано. И да, здоровье я сжигаю, я могу применить стихию огня, я могу применить стихию воды, смыть, например, взять кран, включить и смыть все элементы нездоровья. Пишите, с чем у вас связано здоровье и с чем у вас связано нездоровье. Например, я не верю, что это может быть реально, что человек 50, 60, 70 лет может быть огурчиком, молодчиком. Такое слово, вот я вам предлагаю, молодчик, молодильное яблоко, да, полный сока, наливное яблоко. Я вам образы даю. Как наливное яблоко он может быть? И теперь смотрим, здоровье как твердая реальность. Я как молодильное яблоко. Я налита силой. Я налита соком. Я налита жизни. Здоровье – это корзина со свежими овощами, очень сочиня. Классный образ, мне тоже нравится. Можешь, правда, задать вопрос, что смущает? Если ничего не смущает, нормально. Для меня здоровье, вот вчера я прямо тоже к этой мысли после нашего утренней встречи, я прямо увидела, что я как в масле. Знаете, когда деталь заливаешь маслом, оно в масле и оно не ржавеет. Оно в масле и оно, я помню, мой отец очень любил, у него машина была, Волга, и он покупал запчасти, ну, как бы наперед, когда было очень большие сложности. И вот кое-какие запчасти заливал маслом. Я приходила к нему, говоришь, говорю, папа, зачем это ты делаешь? А он говорит, а чтобы они не ржавели, чтобы они не коррозии не поддавались. И вот для меня этот образ, вот я завитом маслом, божественным маслом, чтобы не коррозии, не ржавчины, вот знаете, вот масло. Я как кот в масле еще ее, да, говорят. А вот как божественное масло, я прямо вижу, как масло стекает по мне. Вот это слава Божья. Знаете, я как одеваюсь в одежде, слава Божья, масло. А вот, чтобы не было ни коррозии, ни ржавчины, это мой образ, масло. Это моя очень любая это слово. Помазание, прямо, как вы видите, благухание. Прямо вот это масло, оно такое розовое, благухающее, которое смазывает все внутренние стены. Можете тоже себе взять этот образ, если он вам близок. И гните свои, не глянцевые вещи в корзинке. Это, значит, польские овощи, которые специально мажутся специальной жидкостью, чтобы они как можно больше сохранялись. Здоровье. Здоровье его присутствует. Пульсация здоровья. Прямо мы говорим, да, здоровье, да. Теперь мы из идеи идем в состояние. Знаете, идеи мало, но нужно в состоянии. Поэтому мы прямо задерживаемся в этом состоянии. И говорим, отец, спасибо тебе за здоровье. Спасибо, что я напоен слабостью и здоровью. Спасибо, что эта идея живет во мне, что она оживает во мне. И то, что я призываю для себя, я призываю для всех людей, в том числе для себя. Я призываю для своих детей, я призываю для своих близких. Я призываю для себя, для своих близких. Состояние. Вот когда ты идешь, тебя ничего не тревожит по поводу здоровья. Ты вообще ничего не парит по поводу здоровья. У тебя все так классно. Ты ощущаешь себя настолько живым, настолько жизненно, наполненным, полным сил. У меня здоровье – это человек, который полный сил. Вот он в соку, он сочин, наливной. Он как младильное яблоко. Здоровье его присутствует. Потому что что такое смерть? Смерть – это некая остановка, некое окончание какого-то процесса. Так вот, мы как бы говорим, бессмертие как бы… Но мы не представляем свою жизнь. У нас жизнь и смерть, они как бы в парочке идут. И мы говорим, ну как бессмертие вообще может быть? Бессмертие как может быть? Поэтому мы можем элементу смерти отдать, например, болезни. И говорим, так, смерть – на тебе болезни. И давай, вот, утилизируем их. Прямо давайте увидим взлот, который утилизирует болезни. Который утилизирует немощь. Который утилизирует в огне. Прямо сейчас видим, как огонь проходит по телу. И все, что не Бог насадил в этом теле, прямо чувствуем это помазание. Прямо ощущаем движение славы Божьей. Прямо чувствуем, как это помазание, все, что не от Отца. Мы знаем, что все болезни неестественные, не нормальные. И у нас нет причин для болезни. Ну, если у вас есть причин для болезни, то вы можете себе поставить. У меня точно нет причин для болезни. Прямо сейчас чувствуем, как огонь спускается по телу. Прямо огонь поглощает. Огонь поглощает. Я вижу, знаете, огонь так тягивает в себя все болезненное, все болезненное, все немощь. Все, что связано с немогуществом. Все, что связано с бессилием. Знаете, болезнь, она делает человека бессильным. Она делает человека, я это назвала, болезнь ставит человека на колени. И люди поклоняются болезнью. Они как без болезни делают идола, и они поклоняются этому идолу. У них вся жизнь просто вопрос болезни. Поэтому мы берем власть над болезнью. И смотрите, идол, и человек поклоняется болезнью. Он даже прописывается в больнице. Он там живет годами, десятилетиями. Он привязан к болезни. Болезнь привязана к нему. Мы даже такие образы говорим. А теперь я беру власть над идолем. Теперь я беру власть над болезнью. Я беру власть над этим идолем. И показываю нам. Буру. Сейчас. Ага. Аж три раза я беру тебе поклоняться. Ага. Я не пришла на землю поклоняться этому идолу. Итак, прямо чувствуете сейчас? Ощущаете движение вибраций, пульсации по телу? Как сейчас состояние? Давайте обратную связь. Мы только частично, где-то какие-то толсты с вами трогаем. Эта тема намного-намного глубже. Потому что есть такая тема, как наследственные болезни. А что такое наследственные болезни? Это способы мышления наших родителей, протекающих болезни, которые мы перенимаем от них. То есть наследственные болезни – это способ мышления. Итак, я иду в здоровье. Я проявляю, я являю здоровье благодаря мышлению. Благодаря мышлению. Мышлению – это мой рычаг. Итак, я обижу себя в славе Божьей. Пока какие сейчас осознания, инсайты. Давайте обратную связь. Ну, включайтесь. Давайте, у нас немного времени осталось. Хорошо. Не хотите включаться. У вас есть на это право. Это ваше правило жизни. Здоровье и его присутствие. Поэтому предлагаю вот сегодня по мере течения жизни я вижу довольный свет. Я ее нагрузила в бедро. Все засовывшие. Сейчас мне есть довольность. Какая она довольная. Как бы все хорошо. Это именно то, что я в бедро. Я развеселила. Ты довольность. Нет. Дело мне довольный. Пусть она удовлетворена. И уходит. Полная груза. И свежая груза. И свежая груза. Я молодчинка от слова молодеющая. Запускающая здоровье. Здоровье и его присутствие. И прям говорю, о да. О да. Я прямо хочу здоровья и его присутствие. О да. Я разрешаю здоровье и его присутствие. Будет течь в моем жизни. Пульсировать в моей жизни. И то, что я призываю до себя. Это призываю для каждого мужчины. И каждого женщины на этой планете. Потому что кто-то примет благо. А кто не примет, это нам отдирает.